На площадке Международного выставочного центра Екатеринбург-экспо прошёл девятый чемпионат госкорпорации «Росатом» «Атомскилз-2024». Сотрудники отрасли со всех предприятий страны соревновались по 42 компетенциям. А жители Свердловской области и других регионов России наблюдали за процессом. Специально для участников и гостей «Атомскилз» юниоры «Росатома» провели трек. Вера Рыжова, ученица школы номер 11, проводила одну из станций. Девушка отметила, что важный и актуальный навык, который она приобрела, научилась собирать электронный щиток. Каждая станция – это какой-то городской объект, в который были представлены направления «Росатома». На станции было несколько интерактивов, то есть какие-то игры, просто что-то рассказывали. И был один мастер-класс. Максим Комаров вступил в движение ровно год назад. Он был далёк от науки. Ему особо не нравились технические предметы в школе. Он ничего не знал о «Росатоме». Сейчас ему интересны аддитивные технологии и ядерная медицина. А в совете он занимается ведением социальных сетей, съёмкой видео. Я сам по себе активист. И мне очень нравится заниматься общественной деятельностью. И раньше я занимался пионерией. И когда я пришёл в дворец детского творчества, оказалось то, что у нас открывается движение юниоры «Росатома». Меня это заинтересовало, потому что мне хотелось продвигать свои инициативы. Я послушал, чем вообще занимаются юниоры и какие вообще у них цели. Меня это очень заинтересовало, и я решил вступить в это движение. Ангелина Журавлёва недавно стала председателем городского совета. Девушка координирует деятельность юниоров, управляет инициативами, а ещё в курсе всех планов ребят. Наш совет запустил такой проект, как «Прогресс Атом», суть которого заключается в том, чтобы рассказать школьникам о востребованных вакантиях атомной отрасли. Этот проект сейчас реализуется уже и в других городах. Также у нашего совета есть такой проект, как «Пластик на службе дружбы. Кузя ищет себе друзей». Мы показываем всем то, как важно сохранять экологию. Мы ставим фантоматы и контейнеры для сбора крышечек, которые потом отправляются к городскому предпринимателю на переработку. Он из них, соответственно, создаёт нужные для города вещи. Совет юниоров Росатома-Сарова активно развивается. У ребят получилось создать команду единомышленников, которые мечтают стать профессионалами и построить карьеру в госкорпорации.